как машинка называется спаси а какого года 2005 и чего не скажи наверно наверно коробка прочих гудит машина непонятно чего смотри вот мой товарищ приехал чтоб я послушал давай заводим сколько прошла машина машина сколько прошло 166 небо вот такого года примут ну сейчас прогрелась выключи печку еще загул не я не слышу такого особого завывания не было вообще такого 4 года речь на машине бутылку вчера отрезка началось хочу почему на коробку масло не менял 1 и 2 стала маленько подпину чуть-чуть так слегка не заметно раз нет нет да подопнет ну вот этот звук похоже что какой-то подшипник где-то может быть шуметь стал вода попала замерзла сейчас здесь погода какая я вчера я вчера съездил в магазин постоял около магазина долго машина и я выехал и услышал этот звук пока с барнаула дал так а ты вот он у меня пропал ты вчера ездил было сухо или все-таки такая слегка сухо в барнауле ну по дорогам слякать было все равно не сильно не сказать а у сейчас нету звука просто так вот не газуешь нет чуть-чуть потихоньку добавляй потихоньку потихоньку и за ну открой капот посмотрим чё в капоте не больше так что посмотрим звук это мотор немножко как бы не совсем ровно сколько оборотов что ты не знаешь короче у меня смотри еще беда вон видишь как у нас я его просто не вижу а вот этот внизу который я думал это труба но не это а из-за чего я короче по зиме прошлое зиму когда меня пацан молодой не меня потом к весне ближе смотрю что-то блин все вокруг него мокро мокре 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 а больше выше нет масла нигде там датчик детонация ну и что на дне и на дне тоже все мокро я приехал когда вот по весне меня да да протер мне там все хорошо давай сейчас посмотрим я выехал у меня это как у меня ну может не закрутил фильтр все таки не он на этот раз конкретно ну-ка говори давай попробуем газу ну-ка чуть-чуть так потихонечку не газуя пачка пела я же цепь да 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 цепь берем ну похоже что какой-то из подшипников начинает подгуживать может быть генератора может быть этого кондиционера может быть не ремень этот меняли меняли в поле там засвистел сюда заглушить я попробую мусор под растянулся посмотрим посмотрим хотя там натяжитель же автоматически не должен она те растягиваться это так не но никогда его натянул если что там подъедешь подтянем я вот так проехал сколько там а как потянет там же весь этот скорее всего автоматически автоматически вниз да там как выгод занять на всякий случай или там через день через два я как раз дорогу выезжал и я вернулся ездил гостя его вот натяжитель скорее всего ты попробовал нормально не прокручится знаешь что сейчас делаем я сейчас возьму эти наушники ты все-таки вот туда морда встань вот так наискосок этот вид это и попробуем послушаем еще вот такой вот это скопот послушать вот сюда давай назад но видите что буксует буксует автомобиль вот блин мокро так что ли давай еще раз надо было сразу бегу тебе вот сюда вот отсюда это выехал бы а я думал ты вот отсюда вот так раз ну ладно давай так 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 вот заезжай давай 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 нормально выйдешь вот так можно чуть поближе чтобы не вверх тебе стартовать туда еще а еще 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 чего так нормально давай открывать где она у тебя тут вот она вот она вот так Игорь, хорош. Каженик, хорош. Каженик. Все. Каженик, хорош. Не, ну Толь, что я тебе могу сказать? Этот звук не критичный. То есть, я думал, может быть, что-то с цепью. С цепью вообще шелестит. Да, если у тебя что-то здесь навернется, у тебя максимум что, зарядка исчезнет? И кондиционер перестанет работать. Ну, что ты почувствуешь прям сразу. Просто ремень поменяешь и все. Если громче еще начнет будить. Ну, а слушай, а по коробке? А по коробке, вот смотри, я заехал в Довгар. Ну, смотри, сейчас у тебя коробка отключена. Ты же на нейтралке стоишь? Ну, да, на парковке. Да, у тебя просто работает там, как тебе сказать? Ну, это не коробка. Скорее всего, нет. Потому что если и на холостых, и на ходу, скорее всего, не коробка. Потому что я там боялся за коробку. Нет. Это там мелко, подшипник. Да, а то, что поменять, конечно, надо. Вот, ты говоришь, подпинываться начало. Может быть, фильтр где-то подзабился. Ну, наверное. Вот еще что мне интересно. Вот он, сейчас вот, я даже не знаю. Он у меня вчера я ехал, и пока говорю, до дома доехал, он перестал будить. Перестал вообще, не стало звука этого. Меньше стал сейчас. Ты думаешь, подшипник разогрелся? Вот и я тоже так подумал. Вот только я подумал про масло. Думаю, может, не классно прогрелось, блядь. Может быть, густое совсем, что уже, блядь. Не протягивает, начинает. Ну, вряд ли. Ну, не цепь это точно. Я прям уверен в этом. Потому что, когда цепь начинает греметь, она, во-первых, и заводится, начинает с громом заводиться. С таким, ты-ты-ты-ты, потом раз, перестает. У тебя нормально заводится? Заводится вообще идеально. Ну, все, это не цепь. И насчет коробки, ну, сомневаюсь я, что это коробка. Хотя, может быть, где-то канал забился. Может быть. Ничего страшного, езди, пока еще больше не загудит. А больше загудить, потом уже легче ее найти. При помощи вот этого, или там, на слух. Она сразу выкажет. Не, ну, с коробкой все равно тогда надо ехать. А с коробкой надо менять. Раз ты прошел, говоришь, 70. Даже уже больше. Я сейчас посмотрел. Ну, вот, тем более. Под 80 подходят. Ну, тем более. Хочешь, приезжай, поменяю тебе. Ну, вот, поехал человек, довольный, что у него не цепь. Пока, Толя. Продолжение следует... Продолжение следует...